Здарова народ, всем отличного настроения, вы смотрите канал China Gadgets и ребятки, сегодня мы продолжаем потрошить, бороздить недры китайского мобилостроения, потому что сегодня у нас на распаковке профи-гостей очередная новиночка по вашим заявкам, потому что многим данный девайс приглянулся, у него очень-очень интересные спецификации на его стоимость, но со стоимостью там конечно сейчас вопросы, потому что вы сами видели, что сейчас творилось с курсом, то он упал, то он поднялся, Алик там вообще в безумии задирает цены, поэтому честно говоря, я думаю, что это будет очень интересный. Я даже не знаю, сколько он сейчас стоит, потому что на момент, так сказать, приобретения аппарата он стоил, ну, 150 баксов или может там плюс-минус, поэтому за эти деньги меня он зацепил, но это опять же рекламки, брошюрки, вот эти вот яркие вывески, яркие слоганы и так далее, потому что на бумаге оно всегда одно, а что на практике, сегодня мы с вами и постараемся узнать. Ну и как всегда, ребят, никого, никогда, ни к чему не призываю, всегда берите только те смартфоны, которые лично вам больше всего по душе, я же опять же просто приобретаю устройства, которые либо мне опять же были интересны, либо по вашим многочисленным заявкам мы их потрошим, смотрим на что они действительно способны. Так вот, ко мне в Краснодарский край данный смартфончик, как всегда, шел, ну, примерно около двух с половиной недель, ну а мы правильно, правильно, ребятки, приступаем к вскрытию, погнали! Вау, какая бирюзовая упаковка, ну или точнее зеленая, я, честно говоря, даже не знаю, как так сейчас передаст моя камера, но есть интрига, так вот, чем похвастается наш сегодняшний герой? 6,67 дюйма, Full HD+, дисплей, далее на 100 мегапикселей основная камера, чип, Mediatek 67, 89, по-моему, это хилю, G99, опять же, 32-мегапиксельная фронтальная камера, 16 оператива, 256 накопитель, а, так, кстати, 16, написано, что физическое, 16, ничего себе, так, 5100 мАч, ну и вроде как 14-й дроид должен быть, ту-ду-ду-ду, момент истины, это новенькая коробка смартфонов Cube, это она теперь зеленая, постоянно делали все в черном, теперь в зеленом. X-90 моделька, опять же, вышла довольно-таки недавно, с интересным дизайном, сейчас вы посмотрите, как он выглядит и пишите в комментариях, на что он похож, так вот, ну, все, больше тут ничего такого интересного нет, поменяли коробочку, давайте потрошить ее и смотреть, что же там внутри. Хопа, вот такие вот хламированные буквы Cube, и, собственно, наш сегодняшний гвоздь программы в черном исполнении, но не совсем черный, я там смотрел какие-то переливы, интересные текстурки, так, выходи, дружище. О, кстати, он такой довольно тяжелый, что, металлический? Ладно, сейчас посмотрим, двигаемся далее, следом у нас есть руководство пользователями, такая вот минималистичная проставка, еще конверт с аксисо-фигушки. По всей видимости, чехла у нас тут нет, либо он уже на самом смартфоне, сейчас посмотрим. Так, у нас тут опять же руководство пользователя, о, нет, все-таки есть бонусы подарочные, так, сюда и вот это вот сюда. Смотрим, что у нас, это стекло, там пленки для поклейки, салфетки, это стеклышко, идет прямиком из коробки, это обычный, вроде как комплект, я брал не какой-то супер-мега заряженный, там, без часов и так далее, они там разные есть модификации, я взял просто базу, и, по всей видимости, в базе есть стекло, защитное прямиком из коробки. Следом, что у нас тут такого интересного, есть блок зарядного устройства, я надеюсь, поддержка быстрой зарядки, так, USB-C, это уже есть наметки на то, что есть быстрая зарядка, и зарядочка у нас на 33 ватта, ну, не скажу, что прям какой-то вау-разрыв шаблона, но 33 это лучше, чем 10, лучше, чем 18, 22,5 и так далее, то есть, в принципе, можно считать быстрой зарядкой, 5100 мАч, то есть, заряжаться он будет где-то, может быть, чуть-чуть меньше часа, либо около часа. Итак, есть еще USB-C на USB-C кабель для подзарядки синхронизации, и вот в таком вот пакете, смотрите, это скрепка или шило для извлечения сим-лотка. Все, в общем, с комплектом поставки мы разобрались, так что переходим посредственно к гвоздю программы. А, вы посмотрите, он действительно у нас в чехле, из поверх этого чехла они еще пленку эту натянули, ладно, сейчас его извлеку и посмотрим. Готово, вот он, да, действительно в чехле, но чехол у нас, вы не поверите, не из силикона, вот эта вот пустышка, а он пластиковый. Я, конечно, такие чехлы не очень люблю, потому что тут защиты у нас нет, это все пошоркать со временем, тут нет, глазок, кстати, защитили, вот такие вот выступы у чехла присутствуют, но я бы все равно в будущем присмотрелся бы какому-нибудь более практичному решению, чем то, что сейчас идет у нас прямиком из коробки. Ладно, достаем смартфон из широких штанин, или точнее из чехла и ознакомимся с его экстерьером. На лицевой стороне Cubot X90 находится с кругленными гранями, кстати, дисплей у нас водопад, он у нас получается на 6,67 дюйма, сверху по центру у нас, конечно же, красуется глазок фронтальной камеры, далее разговорный динамик, датчики, ну и, собственно, все. Справа мы найдем только кнопку включения, кстати, с зеленой пометкой. На левом же торце есть две клавиши регулировки громкости, ну и, собственно, все. На верхнем же торце есть дополнительный микрофон для шумоподавления, а также два инфракрасных передатчика для управления вашей бытовой техникой. На нижней же грани, в свою очередь, есть в прорези основного динамика громкоговорителя, далее идет USB-C разъем, микрофон и слот. Сюда, ребятки, кстати, можно поставить только две наносим-карты, карточку памяти в данный аппарат не установить. Ну и на тыльной стороне я даже не знаю, как назвать это творение, тут такие вот разводы, интересно, нет, с точки зрения дизайна, снимая шляпу, мое почтение, выглядит он действительно прикольно. Но относит меня к смартфончикам от компании Huawei, кстати. Так, тут у нас раз, два, три, четыре сенсора основной камеры, вспышка по центру, вот, состоящая из двух диодов, ну и за пределами глазка, конечно же, логотип Qubit. Ну что ж, ребятушки, в общем, заточили карандаши и делимся строчным комментариям прямиком под этим роликом, как вам в целом внешка нашего сегодняшнего героя. Да, внутри аночки мы пока что еще не добрались, это будет немножко позже, а вот внешний вид оценить, я думаю, уже, в принципе, можно. Как по мне, вот, держа данный аппарат в руках, на постерах он выглядел, ну, я думал, будет что-то такое себе. А вот, по факту, вживую он и собран, кстати, на удивление, для Qubit неплохо, то есть, тут нет никаких премиальных материалов корпуса. В общем, сдаю его с поличным, это у нас все повсеместно пластик, кроме задней крышки, ее состав, честно говоря, мне интересен. Да, быть может, это тоже пластик, а быть может, стекло, но вот рисунок под ней мне прямо нравится. И меня отсылает, кстати, это не то, что мы никогда не видели, мне кажется, очень-очень похоже на Xiaomi, точнее, Redmi K70 Pro. О, там под дамасскую сталь, правда, узоры сделаны, тут они немножко другие, но в целом, я бы сказал, общая стилистика просматривается. Ну, и плюс этот глазок от Mate вот этого раскладного X3, X5, даже, наверное, 5, потому что там скошные грани, а у того был более круглый, вроде, объектив. Айфон, уже, честно говоря, запутался, они там все друг на друга чуть-чуть похожи, и, по всей видимости, кубот черпали, так сказать, вдохновение именно у этого бренда. Ну, не все же у айфона, правда, согласитесь, уже что-то другое. И, в принципе, получилось, я бы сказал, довольно-таки прикольно. Пока отыгранец с этой стороны, экран-водопад с этой стороны, то есть, вот такой-то обмылочек, на самом деле, но в руке лежит уверенно. Плюс ко всему, он нелегковесный. Обычно, знаете, дешманский телефон, у них что, какие-то пластиковые погремушки, тут же такого нет, поэтому я сразу подумал, блин, неужели вот он пролежал несколько часов в помещении, думаю, нагрелся, все-таки это, наверное, металл, но он тяжелый. Ну, не гиря, но он тяжелый. То есть, если сравнить с Poco X6 по весу, то Poco X6 Pro весит меньше, чем вот этот кубот. Так, ну, а так, в целом, пишите, опять же, никого, повторюсь, ни к чему не призываю, я высказал свое личное мнение, смотрится и в руке лежит он прикольно. Но это визуальная часть, внутрианочка, давайте смотреть. В общем, сейчас я прохожу все необходимые быстрые настройки, и мы продолжаем. Ну что ж, дорогие друзья, в это сложно поверить, но смартфон даже запустился и прекрасно работает. Ладно, я, разумеется, шучу. В принципе, тут, опять же, все в плане производительности и общего внешнего вида оболочки предсказуемо. Это практически стоковый Android, быть может, как-то эта оболочка и называется у компании Qbot, но для нас это стоковый. Сейчас даже скажу, какой именно Android, потому что это немаловажно для многих. Четырнадцатый, ребят, четырнадцатый, актуалочка на данный момент стоит. Сейчас это легендарная пасхалка, как она активируется, а вот так вот. Готово, все. Но, в целом, опять же, что мне тут понравилось, это тут устанавливается AMOLED матрица, и она такая довольно сочная. Не вырвиглазная, а вот именно сочная, с неплохим балансом по цвету. И, опять же, всматривался пристально, пытался разглядеть Pentail, потому что AMOLED, по-любому, AMOLED не какой-то супер-мега-крутой флагманский, сами понимаете, в рамках бюджета они должны были на чем-то сэкономить. Но, в целом, ни зернистости, ни на тексте, ни где-то, ни на мелком, там, ничего такого вот, везде тут полазил, пошатался, и ничего я не нашел такого, чтобы было бы как-то вырвиглазно или неприятно. Но так, в целом, сейчас попробуем еще обновиться, потому что мне уже прилетала какая-то небольшая запл... О, еще... Ё-моё, оу-май, 2.23, то была подготовительная обновка, патч первого дня, а это уже прям серьезно. Ну, ладно, обязательно сейчас мы его запустим, все эти обновки поставим. Но это, опять же, не какая-то там следующая версия Android, это, скорее всего, какая-то своя оболочка, плюс ко всему максимальный там свежий патч безопасности и так далее, может быть, какие-то исправления. Но вот я сейчас пару часов покрутил аппарат, поставил эту самую небольшую обновку там, и вроде как все окей. Сейчас я ставлю тесты, игры и так далее качаются, ну, тут ничего такого вообще нет. Вот посмотрите, вот это все, больше ничего, менюшки снизу нет, это вот весь установленный данный смартфон софт. Это все Google сервисы, нет рекламы, благо, опять же, и все, даже своего собственного софта, а кого-то тут нет. То есть, я не нашел там какая-нибудь там ящик с инструментами, там еще что-то типа такого, рекламные какие-то игрушки, тогда ничего вообще не установили, просто вот Google Pixel Phone на 14-ом Android, только от компании Cubot. Ну, я, разумеется, шучу. Так, покажу вам максимальную яркость, потому что она, в принципе, такая довольно... Ну, тут AMOLED-дисплей, поэтому он будет в этом ценовом диапазоне переплевывать EPS-ки в плане яркости. Но вот с моими двумя зонтами в каждом у меня по 4 лампы, кукурузы, 60 ватт. Тут очень-очень светло, я, разумеется, ISO на камере перескручиваю, чтобы тут никого не слепить. Но, в целом, он с ними борется, стоит, так сказать. Что еще такого интересного? Да, в принципе, давайте посмотрим ШИМ, потому что это тоже важно, это все-таки AMOLED. Если уловит, то, значит, пишите в комментариях, потому что я на глаз тут не вижу. Камера может уловить, но то, что видит камера, то видит камера. Пишите обязательно в комментариях, поймали ли вы что-то или же нет. Но, опять же, я пообщался пару часов с девайсом и не скажу, что у меня как-то уставали глаза от него или еще что-то случилось. Тут же подмечу, ребят, то, что у нас все по классике, да. Классическая шторка, классические функции, есть, опять же, модуль NFC, и так, что есть и бесконтактная оплата. Но так, в целом, не, но поднимаются, поднимаются, идут вперед, это хорошо. Чем больше хороших устройств будет на рынке за вменяемые деньги, тем нам только от этого лучше. Но мы ждем, конечно же, следующие старшие модельки, в которых будут новые чипы там и так далее. Тут же, повторюсь, G99, но если вы там не супертребовательный игроман, то и этой железки вам тоже хватит. Тем более, тут куча оператива и еще и 256 гигов накопителя. Но, повторюсь, опять же, никого, ни к чему никогда не призываю. Всегда делайте покупки самому, все взвешивайте и думайте своей головой. Итак, ладно, сейчас я поставлю сюда обнову, протестирую в Antutu, поставлю игрушки и мы продолжим. Ну и в Antutu 10 версии наш сегодняшний герой набирает прям максимально классический для Helio G99 457 934 очка. В принципе, опять же, о чем это говорит, но для повседневки, если вы не берете аппарат конкретно под игры, под тяжелые игры и так далее, то этой производительности, опять же, хватает для социальных сетей, ВКонтакте, там еще любые сети, там ютубчик, просмотр тяжелых сайтов, там нагруженных большим количеством текстов, картина, графики и так далее. Что касается игр, ну, ребят, смотря во что вы хотите как всегда поиграть, то есть большинство игр тут можно будет играть, их можно будет в любом случае запускать, а некоторые даже вполне себе успешно в 120 FPS по типу стендов, но смотрим там по настройкам, вроде как все должно быть окей. Но этот чип, опять же, богатейший опыт, потому что на G99, как бы там не назвали, не Ultimate, там Maximum Pro, Ultra, там сколько у него есть там модификаций, опять же, все они примерно плюс-минус одно и то же пара процентов в сторону одного, в сторону другого, но по большей части суть от этого особо не меняется. То есть для повседневки окей, для игр, ну, там геншек на максималках, разумеется, мы не поиграем. По New State ставим низкие настройки графики, максимально доступный FPS, разумеется, куда-то по 120, там он долбиться не будет, он будет в районе, ну, от 60 до 90, в этих диапазонах он и будет скакать, в зависимости от ситуации, там и нагруженности. Ну и, ребятки, если хотите, давайте-ка дружно, гуртомно берем под этим роликом полторы тысячи больших пальцев вверх и отправим Cubot X90 на большую тотальную прожарку во всех современных играх с FPS, нагревом и троттлингом. Продолжаем наше знакомство. Так, следующий пункт, это, конечно же, музыкальная составляющая нашего сегодняшнего героя. И, как я вам показывал ранее, динамик громкого говорителя у нас тут один, ребят, да, вот такая небольшая засада. Звучит он, кстати, опять же, на удивление, сносно, адекватно, есть низы, середина, вверх и самое главное, что многие ждут, нет каких-то там лютых искажений, тресков, бряканий и так далее. То есть он звучит действительно нормально, но один динамик. Было бы тут два, чтобы было стерео, тогда бы точно поставил галочку, плюс, зачет, там все что угодно. А так просто получается смартфон с нормальным звучанием, с неплохой громкостью, но без стерео. Ну и давайте-ка послушаем его, разумеется, я уже своим мнением, так сказать, поделился. У нас тут, получается, из коробки доступно пользователю было 246 гигов, что, в принципе, неплохо, но нельзя поставить карточку памяти microSD. Так что рассчитываем свои силы. Ну и давайте-ка сейчас попробуем заценить трек. Опять же, все мы слушаем на разной аппаратуре, кому-то нравится плюс одно, кому-то другое. Ладно, в общем, плюс-минус попробую передать, как он звучит. Субтитры сделал DimaTorzok Следующий пункт, конечно же, камеры. Итак, фронталочка у нас тут такая знатная, на 32 мегапикселя, говорится, в лучших домах мобилостроения. Так, ну а основная похвастается вот таким перечнем сенсоров. Главный датчик у нас тут получается на 100 мегапикселей. Дальше идет, в общем, 16-мегапиксельный ширик. И еще у нас есть 5-мегапиксельный макро и дополнительный вспомогательный сенсор на 0,3 мегапикселя. Там непонятно для чего. Вроде как, если не изменяет память, портретный режим он поддерживает. Так, а сейчас давайте перейдем в приложение камеры, посмотрим, что у нас здесь интересного. Ну тут классическая, классическая жанра управления вспышкой, HDR, дополнительные настройки. Вот они, ниспадающее окно, можете ознакомиться, что тут написано. Система цифровой стабилизации. Zoom у нас получается только цифровой, 10-кратный на матрице, 2-кратный, да, без потери качества. Ладно, окей. Портретный режим. Вот еще ночное видение такое вот. Но это, разумеется, не ночное видение, как в броняках, а обычный ночной режим, как в классических рядовых смартфонах. Видео, что тут интересного у нас, получается, заходим в настройки, смотрим разрешение. Есть выбор фреймрейта, авто или 30, а также вот он, у нас 2-к разрешения, 2560 на 1340 точек. Ну тоже классика для Helio G99 и Ultra HD режим. Это здесь вот, собственно, вот эти все 100 мегапикселей и будут. Ну и больше, у нас здесь макро, широкоугольный объектив, GIF, Pro, ну и так далее. Ладно, в общем, что же делать? Выходить на улицу, конечно же, и смотреть, на что же он способен по части фото и видеосъемки. Тест записи видеокамеры смартфона Qubat X90. Итак, в общем, выставил я доблест на максимальные настройки для видеосъемки. Это у нас получается 2К, 2560 на 1440 точек, 30 кадров в секунду. Все по максимуму возможного для камеры данного смартфона. Сразу же подмечу, что это однозначно в плане детализации лучше, чем Full HD, но все-таки не достает до 4К. Ну а YouTube, конечно, все это дело, разумеется, подъезд, поэтому на самом деле где-то плюс 10-15% качества можно добавить. Но, повторюсь, ничего такого супер-вау-вахового тут нет. Но снимать какие-то там рабочие моменты, еще что-то где-то подснять, я думаю, вполне себе будет можно. Вот такую картинку мы получаем на главную камеру данного девайса. А сейчас давайте-ка еще посмотрим, как у нас работает система автоматической фокусировки на макро, как он справится с этой задачей. Также в 2К. А ну-ка, дружище. Макро. И уводим на горизонт. И еще раз всем привет, дорогие друзья. Сейчас записывается на переднюю камеру нашего сегодняшнего героя. И тут, ребятки, можно поснимать уже, так сказать, в классическом, более народном. Пол HD 30 кадров в секунду, но также используются исключительно максимальные настройки для видеосъемки. И вот такую картинку мы получаем на фронталке. Попутно оцениваем максимальный угол захвата изображения, опять же, свойственный для моей длины рук. Ну и вот такую картинку мы получаем. Ну что ж, мои дорогие друзья, на этой ноте мы, как всегда, будем закругляться. Если вам понравилось данное видео, не забудьте поставить свой большой палец вверх. Подписываемся на канал, прожимаем колокольчик, чтобы не пропускать новые ролики на нашем канале. Также посещаем все наши социальные сети, наш YouTube, ProTube, Яндекс.Дзен, группу ВКонтакте, Кэнш, Собщество, Телеграм, где делаю посты с самыми крутыми ценами и скидками, которые только нахожу на просторах наших интернет-магазинов. Так, разумеется, и китайских интернет-магазинов. Всем еще раз огромнейшее, ребят, спасибо за внимание и поддержку в виде лайков, подписок и одобряющих комментариев. Всем удачных покупок, действительно годных топовых гаджетов. И до новых встреч! Субтитры подогнал «Симон»!